Передвигаться в 30-градусную жару в автомобиле – так себе идея. А если еще отсутствует кондиционер, то о комфорте и безопасности речи и вовсе нет. В такую погоду у водителей снижается концентрация внимания, появляется вялость и сонливость, снижается скорость реакции, из-за чего нередко происходит дорожно-транспортное происшествие. В связи с аномально жаркой погодой, Госавтоинспекция совместно с Белорусским обществом Красного Креста проводит профилактическую акцию «Спасемся от жары вместе». Направлена она, в первую очередь, на предупреждение дорожных аварий с участием различных категорий участников дорожного движения. Ведь не только водители, но и пешеходы, велосипедисты и иные участники дорожного движения в связи с таким состоянием могут неправильно среагировать на складывающуюся дорожную обстановку, а также неправильно среагировать на непредвиденную ситуацию на дороге. Большой комплекс профилактических мероприятий проводят в такие дни представители различных служб, в частности, сотрудники Госавтоинспекции, которым помогают волонтеры Красного Креста. Они не только напоминают о правилах поведения в такую жару, но и предлагают удалить жажду после преодоления долгого маршрута по городу. В связи с сложившимися погодными условиями мы проводим традиционную акцию «Жара». На данный момент мы выехали с инспекторами ГАИ на трассу на акцию, чтобы информировать водителей о правилах безопасности на дороге в такую жаркую погоду. А погодные условия действительно стабильно некомфортные, ведь ко всему букету неприятных факторов жара у многих провоцирует обострение ряда заболеваний и плохое самочувствие. Поэтому приятный подарок в виде бутылки чистой прохладной воды не только спасал положение, но и добавлял хорошего настроения. Помогаем участникам дорожного движения, которые отправляются в дальнюю поездку, либо просто ездят за рулем транспортного средства, и мы видим, что у вас нет кондиционера. Как вообще вам эти погодные условия? Как водителю? Наверное, есть ли какие-то другие состояния? Или нет? Или такое же? Лишь и другое. Чувствуется усталость. То есть? Открываем окошки, да, едем. Мы вам сегодня дадим прохладительную водичку, чтобы вы были в безопасности и понимали, что всегда надо употреблять намного больше жидкости, чем в обычные погодные условия. Такая жара на сутки влияет на безопасность. Шар тут плохо вообще. Здесь мокрый. Давление поднимается, все поднимается. Стараемся дома сидеть, никуда не ездить. Это вынуждены выехать были. Вынуждены приезжать. А так мы все дома стараемся сидеть. Спасибо за заботу. Машина 78-го года, но в ней некомфортно ездить в жару, потому что нету ни кондиционера, обдув только вот стекла, когда открываются, в ней душно. Охлажденную питьевую воду получили не только водители транспортных средств. Они остались незамеченными, пешеходы и велосипедисты. А значит, все, кто хотел, смогли утолить жажду и почувствовали себя в такую жару намного лучше.